Я приветствую всех зрителей своего канала. Сегодня мы с вами посмотрим украшение с витражной эмалью и бриллиантами в розовом золоте. Перед вами находится брошь-кулон. Это трансформер. Этот цветочек можно носить в качестве броши и можно на цепочке носить в качестве кулона. Этот цветочек мне напоминает ирис, хотя он фантазийный. При желании можно заметить сходство с французской геральдической лилией. Но я обожаю этот дизайн, потому что здесь отсутствуют прямые линии и вот эти природные изгибы. Цветочек объемный, у него рельефные лепесточки и он олицетворяет изящество и утонченность. Здесь сиреневый цвет основной и дополняется лимонным оттенком. И обе эти эмали, оба оттенка эмали имеют в себе перламутр. За счет этого этот цветочек днем смотрится одним образом, а вечером другим образом. У него такой, знаете, эффект лунного камня за счет того, что в нем содержится перламутр. Бриллианты здесь микроскопические, они просто иногда дают блеск, хотя эмаль покрыта верхним слоем, который тоже имеет глянцевый эффект. Этот ирис самый любимый. Я его часто ношу и мне кажется, что конец весны и начало лета самый удачный период для того, чтобы носить такие украшения. Я почему-то думала, что я этот сет вам показывала, но я не нашла видео. Может быть я показывала и удалила, а может быть я просто не нашла и где-то есть старое видео с обзором на этот сет украшений. Эта брошь имеет еще и серьги, но я чаще всего эту брошь ношу с другими серьгами, просто дополняю другими серьгами в розовом золоте и не ношу все это вместе комплектом. Я сейчас снимаю на светлом фоне для того, чтобы было понятно, как этот цветочек выглядит, если носить на цепочке на фоне кожи будет приблизительно вот такая вот передача. Зимой я иногда эти украшения ношу на цепочке в качестве кулона, потому что броши неудобно носить под верхней одеждой, а кулоны я ношу зимой чаще. А это серьги и вместе с серьгами этот комплект представляет собой вот такой вот букет, эмаль повторяется и серьги, несмотря на то, что они крупные, они на ушах не ощущаются. Из-за того, что украшения имеют тонкий слой эмали, они смотрятся на ушах в меру эффектно и в меру нежно, потому что оттеночки такие не яркие. Эмаль таких нежных оттенков, но размер такой средний и при этом они совершенно комфортные, они не ощущаются на ушах. С обратной стороны эти украшения выглядят вот таким вот образом. Брошь имеет петельку наверху и поэтому этот трансформер можно носить в качестве броши и в качестве кулона. Были бы все броши с петельками и все кулона с иглой, было бы замечательно, но хотя часто трансформеры бывают неудачные и не все броши удобно носить на цепочке. Я снимаю сейчас без подсветки, все равно видно, что лимонный оттеночек, он имеет такой перламутр внутри. И английский замочек, эти серьги имеют английский замочек. Вот такой вот комплект. Но я решила сейчас эту брошь носить букетом, комбинировать эту брошь с другими брошями и сразу носить три броши. Броши я вам вот эту точно не показывала. У меня есть другие ирисы, все ирисы, которые были, вся палитра. Я собрала всю коллекцию, всю серию. И вот этот ирис, он уже имеет другую палитру. Здесь красный цвет и желтый цвет. Нежный такой желтый банановый оттенок. Эта брошь более прозрачная и красный цвет. Вторая брошь. Для разнообразия можно иногда носить ее, когда нужен такой красный оттенок, поддержать губную помаду или лак для ногтей. В таком оттенке, потому что сиреневый цвет просто так носить неинтересно. Его надо чем-то поддерживать. А вот эту брошь можно носить просто в качестве акцента и не дополнять ничем в такой палитре. Потому что здесь сложные оттенки в красном. А сложные оттенки, они легко сочетаются с другими, потому что они имеют в себе много оттенков. Сложные цвета. И она такого эрегантного цвета, поэтому ее можно не поддерживать другими вещами. Я люблю, когда яркие какие-то такие вот сиреневые, например, цвета, чем-то дополнять еще сиреневым, чтобы получалась композиция. А когда что-то имеет такие сложные оттенки, то можно этого не делать. Оно само по себе хорошо гармонирует с другими вещами. Такая вторая брошь красная. Но причем красный цвет такой не яркий. Такой спокойный. И еще третий ирис. Третий ирис он синий. Синий и пурпурный. Третий цветочек имеет такой вот яркий вид. У него синий оттенок, который напоминает камень лазурит. И пурпурный, который напоминает камень аметист. В принципе, эту синюю брошку можно носить с другими украшениями, которые имеют аметисты. Можно с сапфирами. Какое-нибудь колечко выбрать. Или сапфировое, или аметистовое. Или с бесцветными вставками. Вот такие вот цветные украшения. И я решила носить их вместе. Эти три броши. Сделать такой букетик. Из трех цветов. И носить их вместе. Приблизительно вот таким вот образом. Можно просто взять платье серое, однотонное. И декорировать его тремя такими брошами получится такой акцентный, интересный букет. Такая вот композиция. Все ирисы разного цвета. Как живые букеты составляются. Сложные. Из разных цветов. Такие вот трансформеры. Витражная эмаль и бриллианты. Я рассказывала вам об этой технике. И я получила комментарий, потому что комментатор не согласен был с тем, что я вам озвучивала. Комментатор сообщил, что витражная эмаль обжигается в муфельной печи при высокой температуре, а в ультрафиолетовых лучах эпоксидная смола. У меня есть зрители, которые коллекционируют украшения. И у них есть и смола, и эмаль. У этих украшений есть паспорт. И эти украшения сфотографированы в этом паспорте. В этом паспорте описывается технология производства этих украшений. И здесь написано, что эмаль просушивается под ультрафиолетовыми лучами в специальной камере. Я не буду сейчас это зачитывать. Если хотите, поставьте паузу. Синюю брошь я еще не носила, но собираюсь это сделать в ближайшее время. Поэтому я вам показываю сейчас характеристики. Масса 6,05. 11 бриллиантов. Круглая огранка 17 граней. Вес в каратах и характеристика 2 к 3. Такой вес подходит для любого жакета и для обычной рубашки. А это все вместе. Я даже не знаю, какая из них лучше. Мне кажется, что на любителя они все прекрасны. И каждая хороша сама по себе. По причине сложности техники такие украшения редко встречаются в продаже. И еще реже их кто-то носит. По-моему, я еще не все вам показала украшения с эмалью, которые у меня есть. Буду когда их носить, обязательно сделаю на них обзор. На эту прекрасную радугу и восхитительную палитру. Если кому-то безумно интересно, можно пролистать весь паспорт, прочитать всю технологию и посмотреть все фотографии этой серии украшений с витражной эмалью. А на этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всем красоты и добра. Пока-пока.